Детство У нас торжественное событие, торжественное мероприятие, посвящено оно этой юбилейной замечательной дате. У нас будет торжественный концерт, в котором примут участие все коллективы дворца. Сейчас мы на концерте все это и увидим. 2 декабря 2019 года Владивостокский городской дворец детского творчества праздновал свое 80-летие. В далеком 1937 году, тогда эта улица еще называлась Китайской, было принято решение передать это здание для организации Дома пионеров и школьников. А в 1939 году вышло постановление об официальном открытии Дома пионеров и школьников. Пионеры в то время жили очень активной жизнью, только кружков тогда было намного меньше и названия немного отличались. Химический, мотоциклы, медицинский, киномеханик, военное дело, физкультурный и музыкальный. В семи кружках Дома пионеров и школьников занимались 150 ребят. В 1944 году Дом пионеров и школьников переезжает в здание по улице Ленинской, 52. Сейчас это улица Светланская, в дом генерал-губернатора Унтербергера. Жизнь пионеров в домике, так ласково называли его и педагоги, и дети, была очень яркой, живой и насыщенной. Дом пионеров и школьников имел собственную туристско-экскурсионную базу, загородную дачу, пляж, станцию юнатов, школу юных техников и собственный катер «Пионер Приморья». В 1980 году Дом пионеров и школьников переехал в новое, специально построенное и спроектированное для детей, огромное, похожее на белоокеанский лайнер, здание. По адресу Океанский проспект, дом 43. Его придумал и воплотил в жизнь испанский архитектор Антонио Михеев, который получил за эту работу государственную премию. «Какой же это дом? Это же домище!» Вот так же подумали и взрослые, и назвали Дом пионеров дворец. В детстве мы шире были, с нами шире были, в детстве все смеются и ярче светили, были дома большими. Мы шли легко за днями, щедрая была дорога, а как сияло солнце над нами. Как его было много, как наше сердце билось, как нам светло мечталось. Что-то исчезло. Что-то забылось. Но многое у нас осталось. Солнце по небу гадит. Солнцу на небе тесно. Пусть в человеке светят, не гаснут. Горы, сказки и детства! На сегодняшнем мероприятии я, как представитель старших пионеров, отряда старших пионеров, должна встречать гостей, провожать их в раздевалке, предлагать провести экскурсию в нашем музее детского движения пионерского, а еще провожать в сам зал. Мы с дедушкой ходим сюда на концерт, на юбилей, на пересунью. Я занимаюсь в клубе «Юный ПТ-Родина» им. старшего линтенанта Андрея Олевичева. Я хочу быть будущим военным, хочу стать офицером вооруженных сил Российской Федерации. Хочу защитить Родину. Вот с этим дворцом моя первая встреча состоялась, когда я училась в третьем классе, меня приняли в пионеры. И мы ехали на автобусе, у нас была экскурсия по городу, и нам сказали, вот посмотрите, дети, вот котлован, вот возводят стены, и, может быть, вы еще успеете, как пионеры, прийти сюда. Но не успели, долго строили. И я сюда пришла уже в 80-м году открыли, когда я закончила школу, и я пришла сюда уже работать в 84-м году руководителем городского пионерского штаба. Множество коллективов – танцевальных, песенных, театральных – устроили в этот день незабываемое шоу. Большинство педагогов и работников дворца выходили на праздничную сцену, чтобы услышать слова признания и благодарности в свой адрес. Юбилейный концерт закончился уже традиционным для дворцовских праздников ярким фаер-шоу. Погасли свечи, завершился наш юбилейный вечер. И я хочу сказать, что это было, конечно, незабываемое зрелище. Столько талантливых детей, столько замечательных родителей и гостей. Я рада, что есть дворец, что ему 80 лет, что у него есть традиции. Когда я была маленькой, я занималась в кружке танцевальном, в кружке юнатов. Я кормила зверушек, и я занималась художественным словом. Я хорошо читала стихи, даже приезжала в этот дворец. Я была в шестом классе, я участвовала в краевом конкурсе чтецов здесь, во дворце, в десятом кабинете. И даже заняла второе место. Конечно, кружки, которые были в моем детстве, немножко отличаются от того, что есть сейчас. Потому что сейчас их много, сейчас дети такие трудолюбивые, упорные. Мне казалось, что мы так как-то весело, в полноги, что ли, занимаемся дополнительным образованием. А наши дети упорно трудятся. И я прям восхищена этим красивым, современным, белым. Все новое, все сияет. И так же много детей танцующих, поющих. Может быть, поменяются стены, но не поменяется дух. Стены наполняют люди. А эти стены наполнены, они всячески наполнены, они дышат. Они дышат историей, они дышат творчеством, они дышат любовью. Поэтому, несмотря на то, что температурный режим у нас прохладный, но во дворце детям всегда тепло, и взрослым тоже.